всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 22 мая вот вчера я рассказывала что я опрыскивала сывороткой томаты в той теплице в уральской но я как не упомянула но вы наверно поняли что вот эту теплицу которую первую я высадила я еще сывороткой не опрыскивала смотрите почему вот сейчас я вам ее показываю казалось бы но много листьев все она густая такая посадка все но только что до этого прям буквально за несколько минут часов смотрите ой какие горы я здесь накосила и вот перед тем как опрыскивать сывороткой или делать какие-то витаминные опрыскивания конечно это больше направлено к новичкам это еще не все сейчас я вам дальше покажу смотрите еще горы еще горы ой лапы еще на улице горы листвы вот столько сегодня я при посынковании при удалении нижних листьев убрала вот всего этого лишнего представьте если вы будете опрыскивать например хоть каким-то средством там ну пусть это будет борная кислота или что-то представьте сколько нужно средств чтобы все вот эти вот огромные количество листьев увлажнить поэтому я советую вот начинающим огородникам всегда у меня такое правило перед тем как сделать какое-то опрыскивание любое хоть лечебное хоть профилактическое хоть просто антистрессовое лучше конечно кустики подготовить подготовить вот как я сегодня готовила я прорядила второй третий ярус я убрала нижние каждый раз во время посынкования 12 нижних убираю и если вот эти вот томаты уже налились таких больших размеров то нижние листья которые засыхают желтеют они уже сильно не нужны сразу извиняюсь за руки я что-то посынковала не могу отмыть пока и вот после того как я вот этих красавцев проредила пропосынковала вот хотя бы видно теперь хорошо наши помидорные яблочки они тут у меня прятались в кустиках теперь хоть видно что все идет своим чередом хорошо и вот только теперь сегодня вечером я сделаю здесь сывороточное опрыскивание томатов и для чего я убираю все эти нижние листья ой лишние листья конечно чтобы была полноценная обработка если мы говорим о витаминном опрыскивании и антистрессе например это еще ничего можно просто спрыснуть сверху и все но так как я сказала что я делаю опрыскивание сывороточное в профилактических целях от фитофторы на других грибковых заболеваний это значит нужно чтобы лучше всего и с нижней стороны листа и сверху чтобы обработать все и стволики и может быть даже там прикорневые вот эти круги землю поэтому лучше лишнее все удалить вот что я и сделала на это ушло конечно почти полдня но это стоит того потому что особенно у меня я же говорила раз у меня вот по два томата видите два томата в одну лунку значит у меня должен быть усиленный такой уход я должна за ними следить чтобы они не зарастали чтобы они не затенялись чтобы у них хотя бы вот такая вот хоть ажурные просветы но все равно были бы и сейчас когда вот эти полностью нальются плоды я эти листья тоже уберу и по мере созревания плодов я буду убирать и в теплице будет все светлее и светлее и в конце концов она будет вся просвечиваться солнечными лучами все вот это было мое посынкование подготовка томатов к обработкам к любым перед каждой обработкой если я буду например обрабатывать раз в две недели там раз в 10 дней перед каждой обработкой я буду заходить скашивать вот это все лишнее лишнюю зелень которая иногда бывает сегодня я уже еще раз поняла на своем опыте что чем лучше делаешь для томатов тем хуже для себя очень комфортные условия им вредят они начинают я не скажу что они у меня жируют но особенно вот те ранние она начинает так разрастаться у них так много листвы листва такая мясистая густая что думаешь иногда в открытом грунте посмотришь там у них тяжелые условия но там они скромнее себя ведут а здесь очень уж ну ладно какие есть такие есть конечно приятно смотреть что они жирненькие что они здоровенькие вот я их сывороткой опрыскиваю это будет профилактическое да и вот одна зрительница заметила я еще хочу еще раз напомнить что сывороточное опрыскивание это только профилактика это не лечение это мы пытаемся поддерживать как благоприятный фон микробиологический вот здесь вот на листиках там на стволиках если у вас уже но сейчас нет наверно ни у кого фитофторы если вы все лето ничего не делали не опрыскивали и у вас началась фитофтора уже все цветет буйным цветом то никакое это да и чесночное опрыскивание тоже никакое скорее всего чесночное опрыскивание сыворочное опрыскивание вам не поможет когда уже болезнь в разгаре нужно применять химические средства скорее всего а это профилактика которой нужно заниматься самого начала лета вот сейчас конец мая начало июня как высадите свои томаты или например если высадили уже в теплицу и начинаете раз в 10 дней раз две недели пропосынковали обрезали нижнюю листву взяли этот распылитель пробрызгали все сывороткой например или такой же той же какой-то вот кто там пользуется триходерма или еще чем чтобы поддерживать благоприятный микробиологический фон чтобы не было грибковых заболеваний но это профилактика это не лечение но иногда своевременное регулярная профилактика она избавляет нас от болезней и лечения тогда вообще нам не нужно будет все до свидания забыла опять напомнить про дозировки я видео на предыдущие ролики ссылку скину и вот сегодня были уже вопросы как разбавлять насколько где-то вы говорите один к трем где-то там один к одному вот смотрите нигде точно никаких законов нет как разбавлять сыворотку у меня такое правило если например кефир обезжиренный могу вообще не разбавлять кефир двухпроцентный могу делать один к одному то есть стакан сыворотки которые из-под кефира стакан воды если как вчера я делала из молока 3 2 я разбавляю один к трем потому что более жирная значит один стакан сыворотки три стакана воды если молоко деревенское я уже говорила там и 4 5 и 6 процентов можно разбавлять даже один к десяти некоторые делают то есть на 10 литровая 9 литров воды и 1 литр сыворотки но можно сделать и 1 к 5 это тоже ничего страшного не будет тут каждый думает сам какую делать дозировку главное что если из-под жирного продукта то в чистом виде лучше ее не употреблять я уже говорила слишком плотная вот эта пленка покрывает листья затруднено дыхание и конечно если обезжиренная например сыворотка и у не смысла разбавлять с 10 частями воды тогда вообще наверно никакого эффекта не будет и вся кислая среда она как разжижется этой водой думайте сами это все в соответствии с жирностью продуктов или совсем не жирные можно не разбавлять или средней жирности на пополам или больше жирности там на 3 на 4 на 5 раз все до свидания еще раз